Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Сегодня поговорим про биткоин, про альткоины, про хэш-риббонс и про дивергенции. Ребята, если вам нравится крипто-контент, то не стесняйтесь поставить лайк и проверить подписочку на наш канал. Погнали, мы начинаем! Итак, ребятушки, на биткоине у нас с вами не так давно, буквально пару недель назад, загорелся сигнал buy на индикаторе хэш-риббонс. И сразу хочу выразить респект нашему комьюнити, потому что вместе мы сила. Вот Евгений Макеев, кислотная музыка, у него какой-то плейлист. Евгений Макеев пишет нам комментарий. Наконец-то трезвая аналитика, а можем и вниз пойти, однако. Все может быть, а можем и вверх. Хэш-рибонс загорелась покупкой, ты видел вообще? На что я ответил, спасибо за тему для следующего видео. Вместе мы сила. И реально, чуваки, вместе мы сила, мы комьюнити. Я всегда читаю обратный фидбэк и в Telegram к нам тоже обязательно добавляйте. Сейчас он появится на экране, если вы еще не там. Только будьте осторожны, очень много скамеров под видом нас, поэтому используйте только официальные ссылки. Мы никогда не отвечаем на комментарии, номера телефонов, WhatsApp и так далее. Это все мошенники. Короче, что значит этот индикатор? В долгую. Давайте посмотрим с вами все места на графике, отмеченной желтой линией, где он был. Я об этом писал вчера пост в Telegram, собственно, да, поэтому обязательно проверьте, что вы на него подписаны. В принципе, если вы посмотрите за всю историю по статистике, то отработка, ну, более чем положительная. Я думаю, 90 с чем-то процентов винрейт. Посмотрите сами. Сигнал покупка. Взрывной рост. На 3 миллиона 442 тысячи 99 процентов. Ну, это ладно, это был молодой актив, даже выше, вот, на 5 миллионов процентов на самом деле. Но потом откатили, понимаете? И даже до следующего сигнала покупки, собственно, который был, опять же, на дне на следующем, посмотрите, все равно это было 3 миллиона процентов. Ну, ладно, это был уникальный случай, тогда вообще биткоины бесплатно майнились на обычных компьютерах. Следующий сигнал покупка, посмотрите, что мы видим, снова рост, но уже, может, не такой большой. До следующего сигнала покупки буквально безубыточный рост, но все равно на 50 процентов где-то. Я сейчас очень примерно смотрю, ребята, на таком скейле, мне нужно приближаться, чтобы говорить вам точно. Нам сейчас не нужны точные цифры, мы просто видим, что в целом сигнал отрабатывает. Следующий сигнал снова рост на сколько до следующего сигнала, ну, на 200 процентов. И так далее, ребята, вы можете, на самом деле, сами провести эту аналитику у себя на графике. Индикатор Hash Ribbons абсолютно бесплатный. Он основан на данных о сложности майнинга, ребята. Это практически, это, грубо говоря, сетка сложности, вычислительной мощности сети биткоин. Ну, более подробно вы можете об этом почитать где-то. Вот, следующий рост, опять же, 2500 процентов. Это только до следующего сигнала, до дна, то есть, так-то рост, на самом деле, он 10 тысяч процентов. И так далее. Окей, вы скажете, были и ложные сигналы. Вот здесь, допустим, было три сигнала бай, а мы все еще ходили ниже, да, допустим, вот после этого сигнала бай мы упали на 35 процентов, там, и так далее. Но если вы обратите внимание, то это все происходило в краткосроке. Это все длилось меньше года, и это оказалось все равно дном. То есть, это было трижды сигнал на покупку, как бы, тройное подтверждение. Да, следующий сигнал бай, опять новый бычий рынок, посмотрите, мы выросли на 3500 процентов. Даже до следующего сигнала бай все равно 445, 450 процентов рост. И так далее, и тому подобное. Вот здесь вот был сигнал бай перед коронадампом, и мы после этого упали очень серьезно, мы упали на 50 процентов. Но после этого все равно отросли, понимаете, снова были сигналы бай, и это глобально, опять же, было дном. Поэтому, ребята, сейчас что мы видим? Мы видим сигнал бай. Прошлый такой сигнал бай уже отработал. Посмотрите, мы даже сейчас все еще выше, мы 35 процентов выше. Вот, ходили мы на 50 с чем-то. Что это значит в краткосроке? Конечно же, мы можем упасть еще сильнее, и этот сигнал нам не гарантирует, что мы прямо сейчас начнем расти. Но, опять же, если мы сейчас упадем, не удержим вот этот вот лоу, по индекс цене, посмотрите, мы не переписали вот этот лоу, и это хорошо, сейчас мы об этом поговорим. Если мы упадем и не удержим этот лоу, то, в принципе, ничего страшного не будет. Появится еще один сигнал бай, мы увидим очередное какое-то накопление, как вот мы видели с вами раньше в долгу, да, и потом рост. Скорее всего, что-то такое. Но в краткосроке, если мы попробуем с вами поугадывать, куда сейчас может пойти цена, ребята, здесь на самом деле есть очень бычий момент. Посмотрите, по индекс ценам, по индексу цены биткоина мы не переписали лоу здесь, и это очень важно. Вы скажете, ну мы много где переписали лоу, на байбите, там на деривативах. Ну да, это был технический глич деривативов, но нас по теме лоу не переписывали. И по тем ценам, как я понял, не ликвидировали позиции, когда вот здесь вот свечу рисовали. Это был просто технический сбой из-за низкой ликвидности стаканов. То есть это была не марк прайс, а ласт прайс, по-моему, если я ничего не путаю. Короче, индекс прайс, вот он настоящий, мы не переписали лоу. И обратите внимание, по RSI мы переписали лоу. И что это такое, ребята? Это скрытый бычий дивер. Скрытая бычья дивергенция. Это очень мощная штука. Почему? Я поясню. Потому что цена находится уже выше, а осциллятор более перепроданный. На мой взгляд, это более сильный индикатор, чем обычная бычья дивергенция. Когда у нас цена ниже, а осциллятор уже выше. Потому что здесь наоборот, нам осциллятор сигнализирует уже о том, что как бы... Да, пошел, конечно, тренд, но тем не менее мы уже более перекуплены в этой точке. А здесь мы более перепроданы. И это хорошо. Это на самом деле бычий знак. Плюс вот с этой точкой мне нравится то, что сейчас здесь происходит. И я хотел с вами этим поделиться. Да, и обратите внимание, у нас на дневке, ребята, также скрытый бычий дивер. Причем очень сильный. Посмотрите, у нас на вот этом росте тоже был, кстати, подобный скрытый бычий дивер. И посмотрите, как он отработал. Мы продолжили рост прямо от этой точки. Причем здесь RSI был не настолько перепроданный. Я вам напоминаю, что RSI у нас сейчас рекордно перепроданный. Примерно так же, как на коронадампе и на всех донных значениях медвежьего рынка. Именно на дневном таймфрейме, не на недельном. Что важно, потому что он просто очень быстро и резко разгрузился. Аномально. Поэтому на недельке, собственно, мы и пошли вниз и пробили уровень 50. Что неприятно. В любом случае, у нас также здесь есть явный медвежий дивер, вы скажете. Но он уже отрабатывает. Да, мы все еще можем сильнее упасть. И тогда этот скрытый бычий дивер аннулируется, о котором я вам сейчас говорю. Но на самом деле, большую уверенность в нем я приобрел, когда посмотрел на альткоины. Посмотрите сами. Посмотрите на Dash. У Dash здесь не скрытый бычий дивер, а самый настоящий бычий дивер. Потому что Dash переписал low, а RSI уже не переписал low. Ну или вы скажете, RSI пока не переписал low. Если сейчас Dash ливанет ниже двадцатки, то этот бычий дивер тоже отменится. Но пока эта дивергенция есть. Посмотрите. И статистически эта штука хорошая. Вы знаете, что явные бычьи дивергенции отыгрывают большую часть своего времени, чем не отыгрывают. Да, они могут еще долго накапливаться. Но тем не менее, посмотрите. Вот у нас был бычий дивер. И был отстрел наверх с 30 долларов на 77. На 145% был рост. На дневке у нас тоже обычная бычая дивергенция, которая все еще может неплохо отыграть. Но для этого Dash нужно, конечно, удержать вот этот вот low и пробить хотя бы сетку EMA ribbon, то есть 30 долларов. И устремиться наверх. Что, по всей видимости, он собирается сделать, ребята? Вот. Так что по Dash, раз уж я понимаю, ребят, что многие засажены в эту ракету, так же, как и я сам. Ну давайте посмотрим, вот что это, Poloniex, да? По Dash очень интересная сейчас ситуация, потому что мы с вами, по всей видимости, находимся как раз где-то вот здесь. И Dash, кстати, да, собственно, идет по плану, получается. Смотрите, вот у нас падающий клин, и мы из него выходим плавно. То есть мы находимся, грубо говоря, где-то вот здесь, в этом паттерне. И, по идее, нас ждет рост. Ну даже если не быть таким оптимистом, как я по Dash, потому что пока мы видим, что у него Mass Adoption, мягко говоря, страдает. Даже если не быть таким оптимистом, тем не менее, вот у нас есть локальный High, с которым мы работаем. И надо понимать, что нам до него только лететь с текущих, это полторы тысячи процентов. Тысяч шестьсот процентов, ребят. А до All-Time High Dash лететь, в принципе, и шесть тысяч процентов. Так что давайте, скажем, положим, что он может хотя бы пощупать вот эти High для начала. Это уже неплохо, 15x. Ну или если вы совсем медведь, то у него тут, конечно, образуется какое-нибудь нисходящее сопротивление. Вот такое он уже пробил, ну я не знаю, там, вот такое некое сопротивление. Он хотя бы, грубо говоря, туда сходит, понимаете, в какой-то момент, там, не знаю, это там те же 150-200 долларов. Поэтому Dash, конечно же, очень интересный сейчас, как и большинство альткоинов. И, кстати говоря, даже в сравнении с лайткоином он намного более перепроданный, на мой взгляд. Давайте взглянем еще на эфирчик. Эфирчик к битку, что он нам показывает. Эфирчик к битку, кстати, нам показывает, что он хочет отбиться. Посмотрите. RSI вообще показывает положительный тренд здесь, как и мы видим всю дорогу. Посмотрите, всю дорогу по эфиру к битку мы видим, в принципе, повышающиеся минимумы. Вот, а эфир к доллару мы видим, что подшумок вернулся на свою трендовую, которую начал еще с марта 20-го, после коронадампа. Посмотрите, сколько раз мы от нее отбивались. И вот здесь, и вот здесь. Немного под нее провалились, но потом отскочили, закрепились. И вот сейчас тестируем ее. Это уровень, да, 1600 долларов примерно по эфиру. Поэтому, конечно же, я думаю, это интересный уровень для покупок, несмотря на то, что падающая RSI. И здесь, кстати говоря, мы видим, что этого скрытого бычьего дивера-то и нет. Здесь эфир переписал цену ниже. Но на дневке, ребята, на дневке у нас супер перепроданный RSI. Это нужно помнить. И на дневке у нас скрытый бычий дивер есть. Посмотрите, цена выше, RSI ниже. Поэтому, ребята, мы на таких перепроданных значениях долго задерживаться точно не можем. Сейчас, получается, есть только два варианта. Это либо отскок наверх сразу, либо финальный дамп. И в итоге отскок наверх, понимаете? Поэтому здесь надо только лонг сейчас рассматривать, на мой взгляд. Вот в этой всей зоне, в которой мы можем очутиться. Даже если вдруг начнется нереальнейший сквиз, чтобы вас не ликвиднуло, а вы только добрали свою позицию. Поэтому рассчитывайте риски, друзья. Вот. Ну и, конечно же, друзья мои, по таким ценам лично я покупаю касту просто как сам не в свой. Посмотрите, ну, на ту небольшую часть, конечно, средств, которые риск-менеджмент мой позволяет мне на это отвезти. Но я реально покупаю касту на Байбите. Тут тоже все, посмотрите, в бычьих диверах. Да и давно этот падающий клин уже должен, я думаю, отскочить. Просто минимум иксов на 20, как бы, как... Ну, просто как зарождение нового тренда, понимаете? Здесь просто дают накапливать хороший проект по отличным ценам. Изучите реально проект, как он работает. Если вы готовы, конечно, у него... Если вам это интересно, то покупайте. Я вас ни к чему не призываю. Дисклеймер, не финансовый совет. Я просто вам показываю, что я делаю сам. Я по таким ценам, ребята, касту покупаю. Все ссылки в описании. Меньше пяти дней остается до окончания турнира WSOT на Байбит. Наша команда показывает положительный результат. 11 место в регионе, 91 место в общем. Даже несмотря на то, что ваш покорный слуга, капитан команды, до сих пор не вышел из минуса. Я имею в виду, за время этого турнира. Если вы меня внимательно смотрите, вы, наверное, знаете, я вам рассказывал, что я понес огромные убытки по неосторожности, превысил свой лимит риска. Вот почему я сейчас не лангую лайткоин, например, или эфир. Потому что просто не на что. Превышен лимит риска. Все. Оставлена часть монет на споте. А на фьючерсном аккаунте теперь работаем аккуратнее, с меньшим количеством контрактов. На самом деле очень сложно, когда у вас открыто много позиций. За ними, за всеми уследить. И в итоге, когда все крэшится, уже закрываешь в убытке какие-то те позиции, которые дополнительные. Или их просто смывает. Вот и у меня тоже так случилось. И это часть трейдинга, ребята. Нужно быть к этому готовым обязательно. Если вы хотите зарабатывать на этом рынке, то будьте готовы к тому, что вы будете терять. В моем случае я потерял часть прибыли. Большую часть прибыли, скажу сразу. Неприятно было. Но это часть трейдинга. Надо это понимать. Надо к этому тоже быть готовым. Так что еще раз выражаю респект всем, кто торгует в плюс сейчас. Прошу прощения, что утягиваю панел команды в минус. Постараюсь, не суетясь, конечно же, еще сделать пару удачных сделок. Вот пока вы видите, что у меня. Dash, XRP и BTC. Лаконично. Вот, собственно. В сухом остатке. Что, торгуем осторожно. Ставим стопы, тейки, лайки. Проверяем, подписаны ли вы на наш канал, нажат ли колокольчик. Спасибо, что смотрите. По TRDR у нас все еще плита. Обратите внимание на стакан. Атланты по 25 тысяч. Ниже не дают. Вот, продавца особо-то и даже по 30 нету. Поэтому ждем To The Moon. Всем профитролей. И до следующей встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok